Я не буду переходить два слова на английском, три слова на русском, одно слово на румынском. Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно говорю, такая каша. Особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вам спросила, если у вас есть вопросы на твиттере, спросила на русском. И многие мне ответили на русском, что очень классно, мне очень приятно, что многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят и вы знаете русский язык. Мне это очень приятно. Я просто хотела вам сделать видео, сказать, что я вас очень сильно люблю и я очень благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео. И за то, что вы со мной разговариваете, говорите, спрашиваете, если у вас есть еще какие-нибудь вопросы или пожелания, или вообще что-нибудь оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю и все, все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдем к пару вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так, как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове. Мой город, это мой город Кишиняр. И, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в далеком, не в далеком, а в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хоть чуть-чуть не буду. Щи мои кумини мои. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь. Моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда. Но пока еще, как бы, это только я здесь. И мне здесь очень нравится, и я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее, это то, что здесь столько всего opportunities. Opportunities. Как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей. Столько возможностей учиться. Столько возможностей. Продолжение следует. Продолжение следует.